Как-то раз фермер Гопи отправился на своё поле. Он был в плохом настроении. Потому что, хотя стояло тёплое лето, на его поле ничего не взошло. Ох, и сегодня на моём поле ничего не взошло. Что мне теперь делать? Если я не привезу урожай в королевство, у меня будут проблемы. И вот, когда Гопи уже собирался бросить возделывать свои бесплодные поля, его лопата наткнулась на что-то твёрдое. А? Что это такое? Он стал копать дальше и понял, что нашёл горшок. Что здесь делает горшок? Интересно. Кажется, он пустой. Гопи был очень недоволен, что потратил столько сил бестолку. Он бросил свою мотыгу в горшок и лёг под деревом отдохнуть. А когда он начал собираться домой и хотел взять свою мотыгу, то увидел, что в горшке ещё сто мотыг. Что? Как это могло произойти? У меня же была только одна мотыга. Гопи достал из горшка все мотыги и сунул в него лопату. Но что же случилось? В горшке появилось ещё сто лопат. Похоже, это волшебный горшок. Кто бы мог подумать? Гопи несказанно обрадовался такой находке и принёс горшок к себе домой. Там он взял куриное яйцо, положил его в волшебный горшок и через некоторое время горшок был полон яиц. Ха-ха-ха! Я не могу поверить своим глазам! Затем он положил в горшок яблоко и хлеб. В волшебном горшке появились сотни яблок и хлеба. Теперь мне не придётся работать на поле. Я могу продавать эти продукты на рынке в любом количестве. Каждый день Гопи привозил в королевство товары из волшебного горшка и каждый раз у него появлялось что-то новое. В один день – одежда, на следующий день – овощи, а ещё в один день – бобы. Что бы он ни положил в волшебный горшок, оно приумножалось. Другие продавцы позавидовали его успеху и пожаловались на Гопи-солдату-короля. На следующий день солдат решил проследить за Гопи. В то утро Гопи взял волшебный горшок и положил в него цыплёнка. Чуть погодя, из горшка вышли сотни цыплят. Солдат залили от удивления. Один из сотни цыплят, бегающих по дому Гопи, случайно упал в горшок. И из него выскочили ещё сто цыплят. Цыплята были повсюду. На голове Гопи, под стулом, в тарелке. Солдат же бросился обратно и рассказал о том, что видел королю. Тот приказал, чтобы Гопи и его волшебный горшок немедленно доставили к нему. Гопи прибыл во дворец, и увидев волшебный горшок, король тут же конфисковал его в королевскую казну. Гопи был очень расстроен. Позвольте поближе взглянуть на волшебный горшок, который обогатит моё королевство. Король подошёл к волшебному горшку и наклонился над ним. Ваше Величество, будьте осторожны. Но как раз в этот момент король поскользнулся, не смог удержать равновесие и упал прямо в горшок. Нет! Король упал в горшок! Всего за несколько минут в зале оказалось ещё сто королей. Солдаты были в растерянности. Короли сражались друг с другом за трон, и каждый утверждал, что он настоящий. Я настоящий король! Замолчи, я король! Нет, это я настоящий! Нет, я настоящий король! Во время суматохи Гопи выскользнул из дворца и взял свой горшок с собой. Он понял, насколько опасно его волшебство, отправился к обрыву и сбросил волшебный горшок со скалы. Тот разбился в дребезги и исчез. С того самого дня на поле Гопи снова начали всходить посевы, и земля стала плодородной не по волшебству, а благодаря упорному труду. И с тех пор Гопи всегда жил в достатке. Лев, мышь и сонный медведь. Давным-давно в дремучем лесу жил маленький мышонок, а по соседству с ним огромный медведь. Косолапый впал в спячку еще несколько месяцев назад, но никак не просыпался и громко храпел. Всю зиму из-за громкого храпа медведя мышонок не мог заснуть, и однажды он пришел к нему, чтобы разбудить. Эй, эй, Миша! Михаил Потапыч! Лето пришло! Пора вставать! Однако медведь даже не шевельнулся. Тогда мышонок взял горн, подошел к спящему зверю и энергично дунул. Но медведь и ухом не повел. Мышонку ничего не оставалось, как сонно бродить по лесу. И вот он встретил своих друзей. Что случилось, мышонок? Почему ты грустишь? Ох, даже не спрашивайте, друзья! Всю зиму я не мог заснуть из-за храпа медведя. Наступило лето, а он все еще не встает. Может быть, лев, царь зверей, поможет тебе? Лев? Что-то мне не хочется идти ко льву. Попробовать стоит, ведь лев так громко рычит, что все вскакивают, как только слышат его голос. Хотя мышонок немного испугался, все-таки он пошел ко льву, царю зверей, чтобы просить его о помощи. Лев спал перед своей пещерой. Мышонок струсил, увидев его огромную гриву и клыки, и решил поскорее вернуться домой. Но тут он случайно наступил на ветку. Лев проснулся и услышал тоненький дрожащик. Что за шум? Что ты делаешь у моей пещеры? Ой, царь зверей, прости, что разбудил тебя. Я пришел просить тебя о помощи. Помощи, помоги мне, пожалуйста. Ты даже не настолько большой, чтобы быть хотя бы размером с закуску. Дорогой грозный лев, ты должен разбудить моего соседа, большого медведя. Он никак не проснется после спячки. Ничто не помогает его разбудить. Я всего маленький мышонок, и у меня тихий голосок. Медведь не слышит меня. У меня нет времени на такую маленькую, бесполезную мышку, как ты. Я царь зверей. Лев не помог мышонку и ушел. Он отошел подальше, спрятался за деревом, чтобы его никто не видел, и начал чесаться, как сумасшедший. Ух ты! Ой! Ох! Лев чесался изо всех сил и не хотел, чтобы кто-нибудь увидел его недуг. Ведь он был царь зверей. А мышонок грустно возвращался домой. Вдруг из глубины леса он услышал хриплое дыхание. Из любопытства он пошел туда, откуда доносился голос и увидел льва. А лев без перерыва чесался. Мышонок подошел к царю зверей, и когда лев заметил его, то сразу перестал чесаться. Уважаемый лев, что с тобой случилось? Не знаю, мышь, не знаю. Я не могу остановиться. Ой! А-а-а! Ой! Ты ничего не видел и не слышал, мышонок. Все ясно? Иди отсюда! Своими крошечными глазками мышонок присмотрелся к шкуре льва и увидел, как в его шерсти прыгает куча крошечных блох. Теперь стало ясно, отчего так сильно чешется могучий царь. Ой! Ну тебя просто плохо! Давай я помогу тебе! Гррр! Как ты можешь мне помочь? Ты просто мышь! Оставь меня в покое! Ах! 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 Не обращая внимания на слова льва, мышонок храбро запрыгнул на него. Ах! 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 Что ты делаешь? Слезь с меня! Малыш начал ползать по густой нечесанной шерсти и выбрасывать блок. Но от этого льву стало еще хуже, и он начал чесаться лапами. Ах! 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 Ай! 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 Лев не выдержал зуда и прислонился спиной к дереву. Он начал тереться шкурой о твердую кору. Ай! Ай! Он меня чуть не раздавил. Ай! Слезь! Я не могу, не могу остановиться. Чем больше ты бегаешь по мне, тем больше я хочу чесаться. Слезь! Слезь с меня, мышка! Хватит! Лев побежал к ближайшему озеру и тут же прыгнул в воду. Мышонок у него на спине чуть не утонул. Уважаемый лев, срочно вылезайте из воды, или я утону! Лев-царь зверей вышел из озера и принялся отряхиваться. И делал это он так сильно и быстро, что мышонок едва успевал зацепиться за шерсть. Ой! Ой! Я почти избавил вас от блох, уважаемый лев! Еще чуть-чуть! Лев наконец остановился. Тем временем мышонок выбросил последних блох, оставшихся на его шкуп. Ну? Как вы себя теперь чувствуете? Хм! Что ж, мне кажется этот зуд исчез. Потому что я вычистил на вас всех блох! Льву стало стыдно, что он был так груб с мышонок. Когда ты попросил меня помощи, я посмотрел на тебя свысока, мышонок. Но ты все же сделал все, что было в твоих силах, чтобы выручить меня. Спасибо! Пожалуйста, уважаемый лев! Давай, прыгай ко мне на спину, я отвезу тебя домой! Когда мышонок и царь зверей пришли на место, то услышали громкий храп, доносившийся из берлоги старого медведя. Ха! Что за шум? Они вошли в пещеру. А, ты был прав, малыш. Лето пришло, а медведь еще спит. Нужно немедленно разбудить его. Лев глубоко вздохнул и мощно зарычал прямо в ухо большому медведя. Весь лес пошел ходуном. Благодаря такому мощному реву медведь наконец проснулся и выбежал наружу. Что случилось? Что-нибудь случилось? Что случилось? Выглянуло солнце, сейчас лето. Где я? Все лесные обитатели громко рассмеялись над глупым большим медведем. А мышонок тоже был очень рад. Ведь теперь он, наконец, сможет хорошенько выспаться. Однажды утром, когда мышонок, один из самых маленьких жителей леса, завтракал Раздался громкий стук в его дверь Когда взволнованный мышонок открыл дверь, он увидел перед собой грустную газель О, мышонок, ты должен мне помочь Произошло что-то очень плохое Что случилось, газель? Лев! Как только мышонок услышал имя льва, он затрясся, потому что очень боялся его Раз я король всех джунглей, это тоже мой дом, сказал он и забрал мой дом И теперь у меня нет дома Все, кого я просила помочь мне вернуть дом, испугались и убежали Потому что он лев, мы все его боимся Но ты не такой, как все, брат мышонок Ты храбрее и умнее Пожалуйста, помоги мне Немного подумав Мышонок согласился помочь другу Вместе они отправились в путь Лев и в самом деле Пока мышонок осматривался в поисках длинной палки, чтобы разбудить льва Он коснулся хвостиком усов льва И храпящий лев проснулся А-а-а, апчхи Лев, сердитый от того, что его разбудили, оказался лицом к лицу с мышонком В ярости он встал на ноги Зачем ты разбудил меня? Или ты принес еду? А? Скажи мне Еду? Нет, Лев Как смел ты прийти ко мне? Газель, это, ну... Что такое? Она сбежала в горы Тебе тоже нужно убегать, иначе я тебя сейчас сожру От рычания льва мышонка унесло далеко-далеко Лев продолжил свой сладкий сон с того места, где его прервали На следующий день мышонок собрался с духом и пошел в сад газели Разве я тебе не сказал убегать? Да, да, ты сказал, но... И? Я? Я собирался спросить тебя Ты видел дом, который построила гиена? И что там с тем домом? Он гораздо больше и лучше, чем твой И у него огромный сад, полный деревьев и растений вокруг Правда? Лев захотел увидеть тот дом, который был более привлекательным, чем дом газели Пойдем, отведи меня в прекрасный дом гиены И хотя мышонок трясся от страха, он сделал, как сказал лев Немного спустя они, наконец, прибыли в дом гиены Однако там не было ни восхитительного дома, ни роскошного сада, полного деревьев Дом гиены был маленькой и самой обыкновенной норой Врунишка-мыш, я съем тебя сейчас Поняв, что его обманули, лев пустился за мышонком Лев бежал по бревну, а мышонок бежал сквозь бревна Лев уже почти схватил мышонка за хвостик, но тот быстро взобрался на дерево Пожалуйста, король джунглей, я не виноват, я просто хотел помочь Газели Лев разозлился еще больше и стал трясти дерево своими огромными лапами А ну слезай, мышонок! Ура! Мышонок с большим трудом держался на ветвях дерева, чтобы не упасть в лапы льва Но тут стая ежей запуталась у того в ногах Ура! Ура! Урысь! Лев пытался избавиться от ежей, но их колючки кололись очень больно Воспользовавшись моментом, мышонок спрыгнул с дерева прямо в середину стаи ежей и сбежал Когда он уже думал, что ему удалось ускользнуть от льва Позади себя он услышал громоподобные шаги В страхе он прыгнул в слизкое болото Но поскольку он был очень легким, он легко пересек болото А вот лев застрял в болоте, как только прыгнул в него, чтобы поймать мышонка Вау! Что это? Не двигайся, лев! Затянет глубже! Мне не нужны советы от тебя! Мышонок хотел помочь льву Он нашел ветку и протянул ее льву Лев, хватайся за ветку! Я вытащу и спасу тебя! Я не хочу! Я спасу себя сам! Однако, стоило льву только освободить одну лапу Другая лапа тут же погружалась в грязь Он пытался выбраться и весь покрылся грязью В конце концов, он сдался Мыш, я тону! Спаси! Помоги! Я хочу домой! Пожалуйста, быстрей! Мышонок набрал больших листьев эвкалипта, которые рос рядом И бросил их один за другим на болото Быстрее, лев! Встань на листья и выбирайся! Листья эвкалипта липкие снизу И поэтому они не погружаются в грязь И ступая на них, льву удалось выбраться на землю Хотя и с трудом О, мышь! Я бы никогда не выжил, если бы ты не придумал стать на листочках Прости, что недооценил тебя Скажи, что ты хочешь от меня? Чем тебе поможет король джунглей, лев? Мышонок попросил льва вернуть газели ее дом Лев немедленно согласился Потому что благодаря крошечному мышонку, который спас ему жизнь Он гораздо лучше понял, что такое иметь дом Итак, газель вернулась в свой дом с прекрасным садом Лев заснул в своем логове А мышонок вернулся к своему восхитительному завтраку А историю об успехе этого маленького жителя леса Передавали из уст в уста Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok